Всем привет, всем доброе утро. У нас новый заход, путешествие. В общем, теперь я снимаю на камеру. Телефон мой накрылся, память пропала, не могу записать. Так что будет видео выходить не так быстро. Объясняла, как это всё работает, когда на камеру снимают, так что ждите, ждите. Но мы идём, пока не буду говорить куда. Надеюсь, запланированное осуществится нами. Так что берём вас с собой. Сегодня на улице 15 градусов. Ветерок смотрю с балкона. Но всё равно потеплело. С утра было солнышко. Но сейчас уже просто облачно. Но главное, надеемся, что не будет дождик. Так, ну идём к метро. Идём. Полина, свою камеру, мне своя. Сейчас, ну что на улице погодит? Конечно, прохладненькая такая. В общем, на лето особо не похоже. Не холодно, конечно, но... Метро звёздное. О, дождик закапал. Интересно, будет дождик или нет? Блин, дождик пошёл. Да, а дождь не передавали. Ну да, вот видишь, банкоматов сколько много. И там много банкоматов, да? Время 2 часа, мы только идём. По 30 доложим туда поездочек, да, хватит или нет? Давайте по 10, по 10, по 10, да. По 10, да. 490 рублей будет. Да, да, по 10, по 10. Потом добавляйте, потому что когда будете уезжать, зарплечка должна обнули от него. Деньги не возвращаются, возвращаются только залоговая цена. 80 рублей. Хорошо. Хорошо. Значит, по 490 рублей на каждую карту, да? Да, да, по 10 поездок. А потом пополнять можно у вас или там. Можете у нас, можете в автоматах. Понятно. А, вон, видишь, автоматы стоят. Вот такие автоматы. А что там? Что-то происходит, да. Какую-то карту взял на каждого на 10 поездок. Можно пополнять потом на эту карту, видишь. А так стоимость проезда написана 70 рублей. Мне захочется, чтобы мы сейчас в Москве. Ну, в принципе, да. Поэтому я привыкла. Да, уже привыкла. Один раз, да, приложить? Ну, проезд один раз приложил уже. Ну, так же. Ну, проезд один раз приложил. И на сколько поездок? На 10? 10. Ну, здесь на 5 дней получается. Ну, да. Ну, она получается иноземная трасса. Иноземная? На автобусах можно? Как кажется. Так 70, так по полтинку. Ну, и потом можно вот в этих пополнять, да? Ну, да. Ну, пошли. Сейчас пойдем, пойдем, попробуем. Ну, да, в принципе, как в Москве. А это не надо сдавать. Нет, карты надо сдавать. Здесь как раз хрень такая. А почему? Я не знаю. Это такая система. Обязательно сдавать? Да. 800 рублей. Вот каждой карты стоит еще. А потом вернут 80 рублей? А если не вернешь? Не вернешь, тебе хрень вернет. А, ну, вот так и все. А то я думала, прям строго, прям вернуть надо. Просто приходишь в кассу, отдаешь и все. А, и все возвращаются в большинство рублей. И все. Ну, вот, Полина, видишь, как тут метро расположено? Видишь, какие двери? Для инвалидов нарисованы. Так, а мы сейчас на какой? А, Звездная. А нам Невский проспект. В середине, да? Да. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 8-й. А, на 7-й. 6, я сказала, или 7? Что-то я запуталась уже. Ну, ладно, будем ждать. Ну что, мы вышли на Невский проспект. Очень сильный ветер. Ну, надеюсь, меня будет слышно. Одела микрофоны, так что будем надеяться, что будет слышно. Так, ну, Полина знакомится с разными соборами. Здесь у нас река. И сейчас пойдем спас на крови. Канал Грибоедово здесь. Ну, в общем, центр, центр. Экскурсии предлагают тут со всех сторон. Вот такой большой проспект. Ну, еще раз повторюсь, конечно, я это все видела. А Полина еще не видела. Дождика нету. Заходили в метро. Был дождик. А сейчас уже дождика нет. Даже солнышко светит. Вот такой вид. Нравится, Полина? Конечно. Я когда первый раз увидела, я тоже в восторге была. Сейчас уже как повторно. Уже не настолько восхищает, но впечатляет, скажем так. История – это все равно история. Нравится, что вот здесь большие такие широкие улицы в Петербурге. Вон фонтанчик. Фонтан. Пойдем прогуляемся. Посмотрим поближе. Сирень здесь посажена. И белая, и сиреневая. Очень много лавочек, как вы видите. Выкрашены они в белый цвет. Вот такая полянка. О, кстати, сирень по бокам с каждой стороны получается. Красивые сирени такие, кусты сирени. О, смотри, кто на травке приглянул, прилег. Среди такой красоты. Не дошел. Не дошел к красоту посмотреть. Сильно обрадовался красоте. Был шокирован. Был шокирован красотой. Фонтан такой небольшой. Но очень миленький. Льется так необычно. Птички тут. Видно, какие-то кусты посадили. Интересно, что здесь вырастет потом. Да, и запах сирени стоит. Ой, кусты красивые. Особенно белая сирень. Посмотрите, какое количество сирени. Ммм, такие запахи. Ну что, пойдем. Где-то коробочка у вас вальсетная. Коробочка, камера. А на соборе есть? Да. А, смотри. Ну, понятно, ваше не было, в наше есть. Так, ну что, собор. Масштаб. Масштаб. Вот Матронушка здесь. Да, храм большой. Сейчас мы сейчас на крови зайдем. Ты не помнишь? Слушай, ну, три вы не были. А что ты как церковь любая? Сказали бы. А сутки, да? Ну, тут за сходи. В шею, сайта, что прибыли. Там, тут, сюда, вечеря. Как там? Сбора, сбора, вечеря. Ну, что, вышли мы с собора. Это у нас, получается, был Казанский собор. Все красиво. Ну, внутри, как вы видели, обычный стандартный собор. Ну, большой, исторический, с колоннами. Такая красота посреди города. История, это и есть история. Невский проспект большой. Смотрите, какое движение здесь мощное. Вот, кафе напротив. Там вид будет красивый. Кто будет обедать на собор, сразу будет вид. Супер. Ну, наверное, там и цены будут впечатляющие в этом кафе. Так, ну, а мы сейчас перейдем дорогу. И пойдем спас на крови. Масштаб Петербурга. Масштаб Невского проспекта. Масштаб истории во всей красе. Вот, кто в этом кафе находится, у них вид красивый, прямо на вот этот собор. И там все сидят, смотрю, и фотографируют. И здесь, кто сидит, можно спас на крови видеть. Так что вид из кафе классный. Там какой-то кафе есть, видишь? Чаек много. Ну, видишь, на два человека можно лодочку заказать. Ну, как тебе, Полина? Отлично. В Петербурге. Здесь у нас спас на крови, а сзади нас, сзади меня. Какой был собор? Казахский. Да. Ну, стандартный такой собор большой, исторический. Ну, нет, я имею в виду стандартный по работе. Исторический, просто с колоннами, такой красивый. Все, все, все. Все летят туда, на тротуар, на дорогу. Может, их там кто-то кормит. Может, крошки какие-то. Вот, да, крошки подбирают и едят. Там их кто-то подкармливает, видишь, этих чаек, получается. Там кафе, видишь, наверное, крошки. И они туда летят за едой. Чайки. А сейчас чайки сюда уже не летят, да? Да. Да. Они были за едой. Так, ну, тут вот мини-кафешка. Мы здесь, когда были в свое время в Петербурге, где-то тоже тут кафешки. Мы заходили вовнутрь тоже, перекусывали. Ну, наверное, так они остались, потому что такие места центральные, туристические. Конечно, тут был кафе. Сегодня очень сильный ветер. Но, в принципе, я не удивляюсь, потому что в Петербурге это не редкость. Сильные ветра. Ох, какие красивые статуэтки. Тоже важнее. Это мрамор. Мрамор. Мы сами делают. Сами делают мрамор. Ой, тут много вот всяких статуэточек. Все продают. Вот, сейчас будем смотреть повнимательнее. Давайте поклассно из моей коллекции бабочек. Благодарим, большая, всего 2. Видишь балерина, Полина? Какие классные, да? Такие котики вестигрывные, классные. Ой, а тяжеленькие. Класс. Котик, а вот вестигрывные. Классные, да? Вот тут красивые, смотри. Ой, зайчики, да? Смотри, какая красота. Такие вот полторы. Красный. Такие вот полторы, две с половиной. Мы назад придем. Здравствуйте. Все красиво. Книга из рук автора. Сами пишут книги, что ли? А сегодня нет. Нравится. А что это? Это ювелирная смола и люминофор. Фигурки в стимуете светятся, мы сами делаем. А, смола. Легкие. И сколько же такие? От 300 рублей до 1000, что понравится. Так вы не хотите себе, короче? Камера здесь светится. Да? А, да, чуть-чуть светится. Заряжай сейчас, светится 6,8 часов. Проводность люминофора 70 лет. Заряжать надо, да, как? От солнечного света, от лампочки. Выжденьки сделка. Класс. Все, наша ручная работа. То есть, фигурки с формочкой заливаем силиконом, а потом достаем и вручную обрабатываем нацелем напильником бормашинкой. Ну, что тебе не понравилось? Если будет такая же проблема у нас, если сразу всю формочку залить, то смола вскипает. Так, вот пузырики, она все не красивая будет. Поэтому по 2 сантиметра заливаем. Фигурки делаются от двух до двух. Первый слой вот люминофор, а остальное это вот смола полупрозрачная. Светится вот эта часть, освещается остальную фигурку. Но покупать нельзя, там можете постоянно приманивать своим вниманием на других людей. Как-то на влог снимаете? Да. На ютуб. А вы как называете? Мой канал «С вами наедине». Можете сейчас найти. Это влоговая. Там еще есть один канал, тот с обзорами. А влоговая вот. С вами наедине. А вы с какого города? Мы Тульская область. Тульский оружейный завод. Ну, да. Нашли, да? Да. Ну, знаете. Так что ждите, выложим. Пока не знаю в какой срок, но будут. А где монтируете? Сами монтируете? Да, конечно. Интересно. На компьютере, где же. Ну, удачи вам, спасибо. Смотри, он сейчас сделает рисунок. Да? Видишь, у него? А, ну да. Где-то я такое видела. Где-то я видела, не помню. Может, даже и тут же видели мы в то время. Вон мосты, развод мостов. Да, в очках весь сидит. Из баллончиков, да? Заснять что-то. Засними. Иди в парню. Вон там встань. Близко-то не подойдешь, не снимешь. Он брызгает, да, это? Ну, до ветер. Золотая краска пошла в дело. Ну, красиво получается. А, ну тоже, смотри, космические силы светятся в темноте. Тысяча рублей. Ну, и что же светится в темноте? Да, ну такая химия от этой краски. Он поэтому сидит в этих респираторах целый день. Задохнешься. Интересно, потом, когда эти краски высыхают, они считаются ядовитыми или нет? Интересно. Так, ну и тут мини-базарчик пошел. Шапки, кепки, сувениры. В общем, сувенирные лавочки. Шапки-ушанки, куклы. Парни, посмотрите, какие кружечки. Да, пизмая, какая красота. Это такие сувенирные кружечки. Магнитик принесите Кристине, раз она помнишь, она была новая, она мне принесла, привезла, принесла. Ну, тут за наличку надо. Кружечки. А, проблема, почему я не могу? Кружечки, класс. Причем, я могу же потом свою карту как-нибудь снимать? Можешь. Выбирай, перчатки. Кружечки. Аниме, значки. Значки принесла. Бежишь, что мне наличка? Бежишь. Ну, есть. А где тут можно снять? Я не знаю. Банкоматы. Я не знаю. А? Надо задать. Ну, задай. В туалет он там. Тебе прицепить сразу? На лоб. Мам, да, прицепил сразу. Прицепил? Да, да, да. Шарфики. Это не лоб. Вот наволочки есть. Шарфы такие расписные. Классные. Плотненькие такие хорошие. Тут крючки с уренинами встали. Мне понравились. А, ну вот тоже есть маленькие вот эти кружечки. Прям такая прелесть. Мне так прям не нравится. Остального не было? Ну, они сувенирные просто поставить. Извините. Для красоты. Видишь, это вот с Петербургом. Да? Угу. Сколько же такие? Что это? А сколько такие кто продает? 250. 250, да? Да. А, шарообразные. 250. А нормально, что тут кто-то деньги оставил? Ага. Очень классно. Вот я бы купила кружечку. А, не взяли взять? Налички прямо. Они, может, тебе это дадут. А, по номеру телефона? А вам только наличка у меня? Онлайн можно. Онлайн. Барин. Онлайн можешь перевезти. С карты. Ну, пока мы с обратно походим. Ну, да, сейчас мы это поищем, что нам понравилось. Так что можно. Вот всем, наверное, можно. Сатуей так много. У меня выкрасили, я знаю. У меня дома где-то были маски. Мы нам покупали в то время. А, смотри. Не, мне там понравились вот эти маленькие. Видал, кружечки такие? Видал? Вот я бы купила. Не, ну, я такая не любил. Смотри, маски, Полина, красивые. Смотри, маски какие красивые. Это сережки, да? Маски. Кукла какая красивая тоже. А что ты спросила? Не, не, не. У нас значки еще. Да я видела. Питер, детка Алиса. А, не с кружкой. Игрушки. Фигурки, знаешь, какие фигурки шестью? Это тоже спросила. Смотри. Какие. Класс. Да? Смотри, какие. Нет, это 600. Вот я думала про эти вот. Эти четыре. Это 600. Это 600. Какая фигурка больше тысячи осталась? Такая флаговочка. Подарочная. Да, да, да. Конечно. Смотри, какие, Полина, котики. Привет из Питера. Можно, в принципе, ее спросить. Ну, рублей 200, наверное. Они все такие, милипёсочные, рублей 200, 250. Ну, а девушка есть? Зеркала. Тут большие крошки уже пошли. Нет. Нет, не прижали. Смотри, какие еще есть крошки. Смотри. Красивые, да? Это вольвы, бушпит. Красивые. Смотри, малюсенькая вот такая. Алёйхке. Ну, смотри, тут много разных. Тут вряд ли дойдем до конца. Не говори. Машину-то на мраку. Тут придем, а там перейдем. Да ладно, он целый день работает. Носки? Да. Уже, наверное, 36. А, вот эти? 28. 28. Есть такие. 28. Вот есть. Вот здесь. В общем, до бесконечности. Какие кошки. Красивые. Тяжелые. Брелок? Санкт-Петербург. Ну, да. На воду пеночек. На лево. Кошечки. Есть поменьше, есть побольше. Класс. Так, и вот наш спас на крови. Тут рисуют. Видишь, можно заказать свой портрет. Не хочешь заказать свой портрет? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Брелок. safest. На воду пен Haz prosecutor. Небольшой парк, Михайловский сад. Так, касса, касса, куда же тут касса-то, что здесь надо покупать, куда покупать. Аплодийская. Воскребский. Один. 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 Ну все, что? 450, а до 17-ти 250, по-моему. Ну, мне внутри спасено крови. В свое время я тоже снимала. Но тогда у меня, конечно, камера была хуже. Стабилизация плохая. Надеюсь, что в этот раз получится лучше. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это более сложный сюжет. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 И полы. Ты обратила внимание, полы-то? Вот над аркой, видите, справа, вот видите, справа, наверху, над окном, много заветное кроется. Это Бог-Отец, это Христос, и между ними Святой. Видим, да, все? Это новозаветная троица. Но дело в том, что Христос встретился со своим Небесным Отцом только когда Он вознесся на небо. А до этого Он воспитывался своим земным Отцом, плотником Иосифом. И новозаветная троица, это не мягкая, только после того, как Христа подвестили. А давайте посмотрим на южную стену. Видите, второй ряд, второй ряд, средняя мозаика. Крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Это Иоанн Хреститель, он кладет ему на голову свою правую руку. Правая рука называется тесница. И видите, сверху не заходит Дух Святой на Христа. И после этого, как только Христа покрестили, троица становится новозаветной. Воспитывался Христос у своего земного Отца, плотника Иосифа до 30 лет. Как только 30 лет исполнилось, Христа призывают на общественное служение. Это северная стена. Мозаика набрана по эскизам русского художника Рябушкина. Общественное служение – это чудеса, это проповеди, это помощь людям. Давайте посмотрим эти мозаики. Видите, первый ряд слева мозаика, да, вот она слева, да, видим, да. Смотрите, исцеление двух слепых. И подходит Христос и чудесным образом исцеляет двух слепых. И произносит он фразу «По вере вашей да будет вам». По центру призвание апостола Матфея. Справа в красном плаще любимый ученик Христа апостол Иоанн. А слева в сенем апостол Матфей. Видите, такой вот у него сундучок, да, сундучок, видим. Там денежки он копил. Дело в том, что Матфей был мытарем, сборщиком налогов. И таких людей, ну, не любят никто, сборщик налогов, да, что их любить-то? Они же за деньгами пришли. И поэтому, выражаясь современным языком, апостол Матфей – это налоговик вообще. Понимаете, вот, как налоговика можно любить, но это, ну, невозможно. И поэтому он очень страдал от этого. И подошел к нему Христос и сказал «Оставь это все и последуй за мной». И так Матфей сделал, и читаем мы с вами Откровение от Матфея. Давайте посмотрим справа. Христос и Самаритянка. Была такая чудесная страна, Самария. Там жили самаритяне, они были многобожники. Это и не иудеи, и не христиане. И вот в один жаркий день прекрасная Самаритянка, она пришла в колодцы, чтобы воды набрать. И явился перед ней Христос. И начал он излагать свое учение христианское. И вот встреча Христа и Самаритянки – это официально первая проповедь Иисуса Христа. Давайте посмотрим второй ряд. Христос исцеляет Сухорукова. Это было в синагоге в субботу. А в тот день в синагоге было очень много фарисеев. А фарисеи упрекали Христа, почему он занимается этим в выходной день. Сегодня суббота. Но Христос объяснял им, что людям помогать можно и в субботу. Фарисеи разозлились на него, что он им перечил. И поэтому на суде придумали новое для него обвинение – нарушение субботнего покоя. Так, где-то тут подносики. Бери, Полина, поднос с бумажкой где-то подносик. И вы тут ели? Подбумажка где-то. Вон, бумажка. Нет, а, да. Вот они тут. Так, какой уж салатик взять. Салат с брынзой. Вот, уже нету. Ай, Бурата. Вот, со сметанами. Не нужно сметана. Да, но тут нету салата. Вот это что? С брынзой. Вот это что? Салат, брынзу съешь, Полина? Давай. Цезарь с курицей, Полина, не хочешь? Ну, я таким наився цезарь. Я сегодня как-то. Полина, ты будешь? Бери, бери. Что ты? Хороший сыр. Хороший салат. Что тут еще? Ну, просто цикутся. А, да? Да, бери. А можно так сделать, да? Да, бери. А, вот, видишь, написано. Вот сейчас туда я так и сделаю. Нет, это хорош. Вон будет есть этот салат. А мне наложить надо. А ты что, Полина, будешь? Тут просто сами, сами собираем. Видишь? А может, Алилка, да? А как у вас делать? Как набрать? Самин, да? А? А, ну, какая у вас будет? А как у вас может смешать? Тут что у нас? Капуста. Она чем-то полита уже или просто капуста? В масле уже, да? И это все в масле уже, да? Капуста. Тогда давайте вот этот без масла, да? Да. Давайте это и вот это. Огурцов отдельно нет. Ну, ладно. Топинги. Что? Топинги. Так, и что тут? Я не вижу. Семечки не надо. Вот это что у нас? Киноа. А это? Сыр. Пармедад. Сыр. А оливкового масла просто нет? Нет. Нет. Мы зашли в кафе. Самое оптимальное. Питание разнообразное, как вы видели. Мне самое главное, что можно составить салаты. Это как в шведе. Ну, по типу, да, да. Вот эти салаты можно было, вот, вы видели, сказать, что вам надо набрать. И вам наберут. Вот мой чек на салаты. Вот. Полина Цезарь взяла. Он большой вкус. Это морс, да? Морс? Это не морс. Я посмотрю. Лисок. Не, морс, наверное. Не, забыл, как называется. Что-то не написано. Компот с щелкой, короче. А, яблоком и коротевым. Ну, все, сейчас перекусим. И заново гулять. Да, яблоком. Ну, все, мы пообедали. Было очень вкусно. Очень понравилось это кафе. Красиво, вкусно. Главное, на любой вкус, как говорится. Вот еще раз покажу, какие салаты. Вот еще наготовили. Периодически подкладывают. Вот какие топпинги тут. Каких только нет. Это оливок, салаты, киноа, как вы видели. Я уже показала даже вам. Креветки есть еще. Сыр. Хлоп. Тут уже мясо идет у нас. Есть гречка. Вот брокколи на пару, моя любимая. Картофель есть. Вот мясо, шашлык. А, вот овощи гриф были. Что-то я их просмотрела. Можно было бы овощи гриф бы заказать. Ну, тут всякие плацаны, печенюшки. Вот напитки. А, это соки. О, смузи есть. Смузи. Манго, кокос. 199. Класс. Смузи. Манго, кокос. Класс. У тебя искали. Клубничка. Так. Ну, вот показала. Это я просто вам экскурсию еще провожу. Полина, он там доедает. Поэтому мы никак еще не уйдем. Я вам еще показала все. Все поела? Я отправляю голосом. Ага. Полина поела. Сейчас все в туалет сходят, и мы уходим на выход. Дальше путешествовать. Так. Значит, мы были в ресторане вот в таком. Marketplace, ресторан-маркет. Надо запомнить. На будущее, может, еще когда-нибудь приедем. Вот набережная канала Грибоедова 8-1. Естественно, конечно, это не реклама. Просто я делюсь. Где нам понравилось кушать, себе на будущее запомнили. Все, идем сейчас в парк Михайловский. Посмотрим, что там, как там. Шлюпа. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok